Продолжение следует... Продолжение следует... Господь, потому что Ты один достоин славы и чести, потому что Ты тот, Господи, кто привел всех нас сюда, кто даровал нам жизнь и дал спасение, Господь. Мы благодарим Тебя за все. Благослови вот это служение, вот это действие, весь целый день наш, Господи, благослови, чтобы все было во славу имени Твоего, в радости, в благословении новой семье, которая будет у Валеры с Виолеттой. Да будет Тебе слава, Господь! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. А сейчас пройдут жених и его дружки. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Давайте поприветствуем их стоя! «Симон» Садитесь, пожалуйста! «Симон» 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 «Вествия» «Симон» С тех пор до нынешнего века Жену помощницы дает ему. Так было и в далекие дни Ноя. Женились люди, выходили замуж. Народ самонадеянный был в покое, Не знал, что будет он с собой обманут. Недолго все это так длилось. В тот день, как Ной вошел в ковчег, Народа мнение изменилось. Ужасный страх объял их всех. Разверзлись все истоки бездны, Открылись окна в небесах. Потоп навел Господь в возмездие Народу, жившему в грехах. Напрасны были раскаяния, Бог много их предупреждал. Никто не обращал внимания И жить беспечно продолжал. Сегодня Бог всем предлагает Трезвиться, бодрствовать и ждать. Но мало кто Ему внимает, Грядет Он по делам воздать. Осудит Бог за равнодушие, Беспечность, холод, суету, Что, к сожалению, присуще Познавшим Божью доброту. Чтобы не подпасть нам осуждению, Восклоним головы к горам, Уже приблизилось спасение, И Бог так близок ко всем нам. Пусть это брачное собрание Прообразом послужит в том, Что скоро в небе сочетание Невесты Церкви со Христом. С таким сознанием вожделенным, С такой мыслью святой, Брак будет сей благословенный, И счастье потечет рекой. Сегодня обратим внимание на брак, Что был во дни Христа. Пусть это будет в назидание И прославление Творца. Валера с Виолеттой Согласились по жизни Путь вдвоем начать, И нас на свадьбу пригласили, Чтоб вместе радость разделять. Конечно, знаем, пригласили Они не только нас на брак, Иисус, приди, Они просили. Благослови И роды нас. Отрадно знать, Что к нам сегодня Небесный гость пришел на брак, Пусть все, что гостю не угодно, Друзья, не будет среди нас. И если радости не станет, Христа о том оповестим, Послушаем, что нам Он скажет. Исполнить слово поспешим, Сосуды сердца мы откроем, Наполним словом Божьим их, Всю нищету свою не скроем Пред Господом в мольбах своих. И совершит Он чудо то же, Что в Галилее совершил. От рада Духа нам дороже, Вина, что в Кане сотворил. Валера с Виолетой, Мы желаем вам так же в жизни поступать. Сегодня вам напоминаем С Собою всюду Бога звать. Апостол Павел, вдохновленный, От Духа Божья говорит, Что всякий Богом возрожденный Вина уже не будет пить. Вино есть временный источник, Веселья, радости слепой. Для нас открыт другой источник, Где счастье, радость и покой. Источник этот в Духе Божьем Должно нам исполняться им. Лишь только в этом все мы сможем Сердцам веселья найти. Сегодня тоже мы ликуем, Все славим Господа Творца, Воскликнем в небе Аллилуйя, Когда придем на брак Христа. А сейчас слово наставления, Иван Георгиевич, пожалуйста. Слава Богу, Василий, Как прошло, Валерий Леонид, Иван Георгиевич, Вы стоите сегодня перед церковью, Перед Вашими друзьями, Перед Вашими близкими, Родителями и перед Богом. Потому что Ваше желание сегодня Исполняется. И слово Господнее Также исполняется. Я хочу вам прочитать Несколько слов Наставления Священного Писания, Которые, надеюсь, будут вам Хорошей помощью и поддержкой В Вашей дальнейшей жизни. Потому что с сегодняшнего дня Нашей совместной молитвой, Вашей молитвой перед Богом, Исполнится слово, Которое когда-то Господь Бог Сказал, сотворив человека. И Он сказал, И будут двое, одна плоть. Поэтому я попросил всех Сегодня быть внимательными, Потому что нам провели Эту параллель в стихотворении, Потому что все, что мы смотрим, И мы радуемся, Что двое молодых людей Нашли ту близость друг с другом, И они с сегодняшнего дня Вручают свою жизнь в руки Господа, Хотят быть вместе, Жить одной жизнью. Но это напоминает нам о том, Что настанет тот день, Когда Сам Господь придет за Свою Церковью, И мы будем вместе с Ним на небесах. И я хочу, Отдавая вам это наставление, Валера и Виолетта, Я хочу, чтобы вы Запомнили это И были благословенным Богом. И первое, что я хочу напомнить для вас, Я открою Книгу Бытие, И мы прочитаем То самое начальное, Извиняюсь, Что Бог сказал, Когда Он сотворил человека. И во второй главе книги Бытие Мы читаем вот такие слова. И сказал Господь Бог, Нехорошо быть человеку одному, Сотворим Ему помощника, Соответственного Ему. И дальше сказано так, И сказал человек, Вот эта кость от костей Моих, И плоть от плоти Моей, Она будет называться женою, Ибо взята от мужа. И потому оставит человек отца, И мать свою, И прилепится к жене своей, И будут одна плоть. Эти слова, которые Оставлены для нас с вами, Они говорят о том, Что настал тот день, Настало то время, Когда Валера Предложил Виолетте Руку и сердце. И Он хочет, Чтобы ваша жизнь Была вместе соединена, И вы перед Богом Шли вместе. Это все от Бога определено, Это Божий закон, И поэтому Настал Ваш черед, Ваше время, Когда вы Стоите Перед Богом. Но я хочу вам сказать Одну вещь, Что Человек До свадьбы Или до брака Живет примерно Где-то Одну треть Своей жизни. Остальные Две трети их жизни, А может быть и чуть больше, Они проживают вместе. Валера, У тебя была жизнь Молодого человека, У тебя есть родители, Ты получил Прекрасное воспитание, Но Сегодня Наступил тот момент, Когда ты По велению Своего сердца И по определению Божию Ты Желаешь Соединиться С Виолеттой, Чтобы он Быть вместе. Но Еще в самом начале Сказано И оставит Человек Отца и мать И прилепится к жене своей И будут двое Одна Плоть. Вы станете Одной плотью. Ты сегодня Берешь на себя Ответственность Заботиться о Виолетте. Ты сегодня Берешь на себя Ответственность Всегда Думать о том, Что в твоей семье Был уют, Порядок, Достаток. Это Ответственность Мужа. Когда ты Предлагаешь Ей руку, То ты Предлагаешь И сердце. Пойми, Многие в этом мире Предлагая руку Забывают Предложить сердце. Но Предложи Предлагая Предложи И сердце Что твое сердце Оно Предложало Только ей. И чтобы Всю вашу Жизнь, Которую Бог вас Проведет, Чтобы вы Жили вместе Заботясь О ней, Чтоб ты Помнил, Что на тебе Лежит ответственность. Я хочу Сегодня В начале Самом Или Первое Для тебя Сказать Одно только Слово. Я вообще думаю Сегодня для вас Оставить только Три слова. По одному Каждому И одно Двоим. Первое. Для Валеры Сказано В Священном Писании Люби Свою Жену. И вот На этом слове Я хочу Немножко остановиться И прочитать То, Что сказал Апостол Павел. В Ангелии Послание к Ефесянам Апостол Павел Говорил Слова Мужу. И я Сейчас хочу Зачитать Эти слова Которые Некогда Сказал Апостол Павел. И Пусть они будут Для тебя Памятными. И ты всегда Обращайся К Священному Писанию К этим словам Которые Сегодня Прозвучат Для тебя Валера. Потому что Ты Как я уже сказал Берешь на себя Эту ответственность Желание Твоего сердца И стремление И я Читаю эти слова Апостол Павел Пишет так Мужья Любите Своих жен Как и Христос Возлюбил церковь И предал себя За нее Чтобы осветить ее Очистив Баню водную Посредством Слова Чтобы представить Ее себе Славную церковью Не имеющую Пятна Или порока Или чего-либо Подобного Но дабы она была Свята И непорочна Так Должны мужья Любить своих жен Как свои тела Любящие свою жену Любят Самого Себя Доказательство Того Что ты любишь себя Ты Должен любить Свою жену И апостол Павел Этими короткими словами Дает наставление Каждому мужу Сегодня тебе Валера Вступая в эту жизнь Семейную Запомни Самое главное Для тебя слово Люби ее Всегда люби Постоянно люби И до глубокой старости Пусть она будет В твоем сердце Мне когда Соломон Премудрый писал В притче Соломона В пятой главе Написаны такие слова Утешайся Женою Юности своей Эти слова говорят Очень важные Потому что сегодня Ты смотришь на нее Она прекрасна Пройдут годы К вам приступит старость Пройдут какие-то Неустройства А может быть болезни Но ты люби ее Ты пожелал ее И Бог позволил тебе Чтоб ты сегодня Пристал перед церковью Перед Богом Для того чтобы Господь Дал вам это соединение Чтоб ты оставив Отца и мать Прилепился к жене своей И апостол Павел говорит Люби ее Люби ее всегда Люби ее И помни Чем больше ты будешь Развивать эту любовь В своем сердце Чтоб она с годами Крепла Становилась сильнее Тем приятнее тебе будет Смотреть на нее Встречаться с ней Быть всегда с ней И у вас будет счастье Это будет благословение Божие И пусть это слово Оно будет всегда В твоем сердце По отношению к Виолетте Люби ее И Павел говорит Как Христос Возлюбил церковь Он Возлюбил ее настолько Что Он сам ее готовит Для себя Чтобы она была Свята И непорочна Помни От тебя Очень много зависит И ты Должен это сделать Надеясь на Господа Прося у Него мудрости Но развивай И развивай эту любовь к ней И с каждым днем Больше и больше Чтобы она крепла Больше Я хочу к тебе Еще света Сказать тебе слово Апостол Павел говорит Жены Повинуйтесь Своим мужьям Это сказано о том Чтобы жена Признавала власть Над собою мужа Когда ты дала согласие На предложение Его сердца Когда ты сказала Я согласна Для того чтобы подойти Вот к этому дню К этому моменту Ты уже согласилась И ты думала Наверное Обдумывала Как вы будете проводить жизнь Но я хочу тебе сегодня Это важное слово Пожелать в твоей жизни Помни Повинуйся Мужу своему В этом благословении Этого требует Сам Господь Когда ты будешь Признавать Его власть Как господина Как мужа Как лидера В своей семье Ты будешь иметь Не только уважение И Его крепкую любовь к себе Ты будешь иметь Благословение от Бога Бог этого хочет Поэтому пусть это доброе слово Давай я еще раз Открою послание к Ефесянам И мы прочитаем еще И для тебя Эти слова Которые апостол Павел Сказал И он написал их Для того чтобы Все мы помнили И знали об этом И вот послание к Ефесянам В пятой главе Апостол Павел Также пишет Следующие слова Которые Говорят О повиновении Жены Мужу Я думаю Что же вам Больше сказать Можно много говорить Много сегодня наставлений Вам давать Но я уверен Что вы родились В христианских семьях Вы получали Прекрасное воспитание От своих родителей Вы были в церкви Вы многое знаете Я почитал Нужным сегодня Напомнить только Эти два слова Для вас Отдельно Поля Люби свою жену Голета Повинуйся мужу И у вас будет Благословение от Господа И вот Апостол Павел говорит Жены Повинуйтесь Мужьям своим Как Господу Потому что Муж есть глава жены Как и Христос Глава церкви Он же И спаситель тела Но как церковь Повинуется Христу Так и жены Своим мужьям Во всем Запомни Апостол Павел Сказал Во всем Знай Что он есть муж Он есть глава семьи И как Христос Над церковью Так муж Над женой Во слово Пусть они будут Очень Важными В вашей жизни И помните Что это очень важно Для вас Важно Важно Чтобы ваш брак Пред Богом Был крепким Чтобы мы были сильными И Счастливыми В этом Своем браке И Третье слово Которое я хочу Для вас Предложить Обой Которое вы Должны Помнить И никогда Не забывать То есть Слове Божьем Слова Которые Говорят О детях Которые Уже Выросли О детях Которые Уже становятся Сильными Крепкими Физически Крепче Своих Родителей Может быть Мы начинаем Чего-то Достигать Большего Понимать Валера Они с радостью Дать наставления Господь Я представил Я представил себя Для того Чтобы пройти По этому Тросу И не упасть Нужна Собранность Нужна Сконцентрированность Нужна Внимание Нужна Поготовленность Для того Чтобы пройти И не упасть И не разбиться Я подумал Тогда Как важно Христианин Вступив На путь Христа Всегда Быть Собранным Всегда Быть Внимательным Всегда Быть Готовым Для того Чтобы Пройти Эту жизнь До конца Я бы вам Сегодня Посоветовал Вступая Сегодня В семейную Жизнь Вступая Сегодня На этот Путь Храните Друг друга Храните Свои сердца И помните Любовь И повиновение Эти Две важных Составляющих Ваши семейные Жизни Которые Будут делать Вас крепкими Сильными И счастливыми Да благословит Вас Бог Чтобы вы Имели Благословение От Господа Повинуясь Мужу Любя Жену И почитая Родителей В этом Будет всегда В вашей жизни Господь И вы будете Счастливыми Пусть Господь Вас благословит А я сейчас Хотел бы Перед тем Как мы будем Молиться Пригласить Родителей Валера Родителей Виолетта Вы знаете Я считаю Что самое важное Самое главное Вот в этот момент Когда родители Могут сказать Короткие Но напутственные слова В вашей жизни Ваши родители И помолятся за вас Поэтому мы сделаем Давайте так Мы все встанем И Пусть родители Подойдут сюда И я бы хотел Предложить Чтобы родители Можете подняться Сюда Сюда Рядом Стать И Хоть Важно Самое важное Что вы хотели Сегодня пожелать Своим детям Пожелать им Сказать И потом будем Молиться Помолятся Родители Валеры Потом Родители Виолетты А потом Помолятся Валера Потом Виолетта И потом Я помолюсь Пред Богом Пожалуйста Сегодня Сказали о том Что Валера Когда нас Предупредил Что Хочет Предложить Виолетте Мы знали И благословили То Да Мы были рады Конечно Я думаю Что каждый Из родителей Очень радуется Когда его дети Рады и счастливы Да Но еще одно А я хочу пожелать Вам Валера И Виолетта Виолетта Не будет Счастлива Если Валера Не счастлива И Валера Никогда Не сможет Быть счастливым Если Виолетта Не счастлива Поэтому Вы знаете Как написано Ищите пользу Другого Если вы На самом деле Любите друг друга И будете искать Делать то Что нравится Другому То есть Друг другу То Господь Благословит Вас И поможет Потому что Это слово Господне И я Как отец Желаю От всего сердца Благословить Вас Обоих И пусть Господь Поможет Вам Чтобы Ваша жизнь Была Счастлива И самое главное В Его руках По Его Смотрению И по Его воле Благословит Имели Имели Такие чувства Предвидеть Каждое Ваше слово Последствия Каждое Ваше действие Чтобы Она укреплялась Возрастала Ваша любовь Но так же Виолетта Я Люблю Валеру Но сегодня Передаю тебе Отпуска С миром Чтоб Ты заботилась Так же О нем Любила С Богом Благословляю Вас Валера Виолетта Я так же Присоединяюсь К этим словам Благословляю Вас И Хочу так же Как бы Сравнить Подкладывайте Как бы Ваш Любви Костер Дровишки Чтоб Он Не погас Делайте Усилия Любите Друг друга Можете На нас Рассчитывать И все Благослови вас Господь Дорогие Мои детки Вы для меня Уже 4 месяца Как детки Когда только Валера пришел К нам Я его сразу же Приняла В свое сердце Как своего сына Большое спасибо Родителям За то Что вырастили Мне сына Такого еще Хорошего Когда-то Был такой момент Когда Я поняла Что Дети Которые дает нам Господь Это не наши дети Что рано или поздно Нам придется Их отдать И Вот пришел Этот момент Я к нему Готовилась Я думала Это будет Очень легко Потому что Я всю жизнь Знала Это не мой ребенок Я его отдам Это тяжело Это очень тяжело Но Но того Что я знаю Что Валера Ее так сильно Любит И Это мне Утешение Я благословляю вас Обильно Благословляю вас И мое желание Чтобы вы никогда Никогда Не оставляли Иисуса Если он будет В вашей жизни То вы будете Счастливы Если вы всегда Будете уповать Только на него И ваш взгляд Будет Направлен На него Но не друг на друга То тогда Я уверена Ваш брак Будет сильным И крепким Мы вас Очень Очень Сильно Любим И спасибо Что вы Остаетесь С нами Время В то время Мы будем Бориться И Как я сказал Мне попросить Сначала Родители Валер Помолиться Потом Родители Валер Помолиться Потом Мы принимаем Валер Помолимся Дорогой Господь Слава Тебе Господь За этот день Благодарим Тебя Боже мой За все Что Ты даровал Господи Ты знаешь И Как мы воспитывали Валеру Господи Ты знаешь Боже мой Его характер Его добро Его желание Господи Служить Тебе Также Ты знаешь Господи И Виолетту Она открыта Пред Тобою Господь И сегодня Я как отец Прошу Господи Чтоб Ты Их благословил Во всем Также И мы Как родители Их благословляем Господь Чтобы они Жили По воле Твоей Господи Радовались Жизни С Тобою И друг с Другом Господи Чтоб семья И Господи Была благословена Чтоб Господи Она Умножалась И Боже наш Чтоб они Были здоровыми Во всем Прославляли Имя Твое Господь Естественно Самое больше Мы желаем Господи Чтобы Ты Их употребил На ниве Твоей Чтобы они Трудились Господи Во славу Имени Твоего Чтобы приводили Людей К Тебе Господь И Ты Благослови И в этом Прошу Тебя Отче Боже наш Помоги Во всем Чтоб Господи Имя Твое Прославлялось А нам Радоваться Видя Все это Господи И восхвалять Тебя За добро Твое И милость Благослови И во имя Иисуса Христа Аминь Боже мой Они пред Тобою Господи Что они нашли Друг друга Божий Благодарна Тебя Иисус Боже Я призываю Имя Твое Святое Господи Услышь Деван Час Моя Молитва Боже Услышай Благослови Господи Я прошу Тебя Могу Иисус На все Сердце Господи Услышь Боже Благослови Тем благословением Что Не приносит Печали Господи Что Проходилась Жизнь При Тобой Честно Боже Чтобы они Были Добрыми Были Справедливыми Боже Господи Чтобы в Доме Всегда Была Полнота Во всем Боже Чтобы Была Недостатка Господи Дай Детей Господи Благослови Ты Боже Иисус Я прошу Тебя Благослови Благослови Господи Господи Я прошу Тебя В этот Час Боже Услышь Благослови Господи Благослови Тебя Рассланд Жизнь Господи Дабы Не трудились Тебе Боже Господи Пребывайте С ними Иисус За все Ты будь Преславлен Твои Иисус 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 Аминь Дорогой Господи Благодарю 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 Тебя 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 Благодарю Благодарю Мы сделаем Мы сделаем Благодарю 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 за то, что Ты соединил, Господи, наши пути. Я Тебя так умоляю, прошу, Господи, благослови Ты нашу жизнь, Господи, чтобы не просто вышли замуж ради того, чтобы просто жить, Господи, но чтобы мы принесли плод Тебе, Господи, наше замужество, Господи, я Тебя прошу, благослови, Господи, всех людей, которые будут входить в наш дом, Господи, чтобы они, Господи, видели Тебя через нас, Господи, прошу Тебя, благослови, благослови, пожалуйста, Благослови, пожалуйста, Господи, мы, Господи, в сердцах наших, помоги навсегда держаться с Тебя, Господи, чтобы никогда нам от Тебя не отступить, Боже мой, благослови, благослови, пожалуйста, также и на этот день, Господи, Тебя благодарю с вами в этой день за дело, Господи. Благослови, пожалуйста, 阿на с Тебя на сегодня, Тебя сканчится в вечной славе, Хогла и честь за все, во имя Иисуса Христа, Аминь. Мы сейчас все вместе помолимся нашему Господу, нашему Спасителю, тому, кто благословляет каждого из нас, чтобы его благословения не зашли на них по их молитве, по молитве родителей, чтобы Господь соединил этот брак, эту семью воедину. Будем молиться. Господь, я благодарю тебя, Господи, за этот день, в который ты, Господи, еще раз напоминаешь нам о том важном, Господи, событии, которые произойдет, когда ты придешь на эту землю для того, чтобы забрать свою церковь. Мы сегодня видим, Господи, невесту Виолетту, Боже, в этом белом одеянии, в котором она, Боже, оделась для того, чтобы пристать пред женихом, пред мужем своим. Мы видим Валеру, Господи, который старался и готовил все для того, чтобы сегодня, соединившись, Господи, Боже мой, своим сердцем, они стали двое одной плотью. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа ныне, Господь, благослови их семью. Благослови, Господи, Боже мой, Валеру, благослови Виолетту, соедини их, Господи, навсегда. Дабы, Господи, их сердца были соединены воедно, Господи, чтобы их мысли были вместе всегда, чтобы они, Господи, всегда направляли, Боже, свои просьбы, свои нужды, свои желания тебе, Господу, чтобы ты разрешал все. Благослови их семью, благослови их, Господи, детками, благослови их, Господи, мудростью, благослови их ты любовью и сохрани их, Господь. Добудет твоя рука, твоя милость, твое благословение над ними, соединяя, соедини их во имя Иисуса Христа наш, Господь. Аминь. Аминь. Саньте, пожалуйста. Братья и сестры, сейчас мы станем еще свидетелями еще одного момента, когда брат Валера и сестра Виолетта оденут на пальцы друг другу на руки. Кольца, которые будут свидетельствовать всегда, что они принадлежат друг другу, и поэтому, родители, пожалуйста, можете сесть, но подайте кольца, чтобы они это сделали. А мы будем свидетелями. Аминь. 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 И вот мы увидели молитва, которая принесена была перед Богом и благословение родителей. Они услышали наше Господом. Молодые, давая это желание, представляя перед Богом, они одели друг другу на руки кольца, которые свидетельствуют о том, что они соедены, обручены вместе. Но еще есть одно, что мы должны сделать, и они приготовили это, пожалуйста, давайте, они сейчас распишутся. Подайте сюда перед ними. И чтобы и законно это было подкреплено. Пожалуйста, Валера. Так, брат Валера, пожалуйста, ставь свою роспись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я еще раз хочу напомнить, что Валера оставил отца и мать, и он прилепляется к жене своей. И они двое, а одна плоть. Поэтому пусть вас Бог благословит, и будьте счастливы во все дни своей жизни. Ну, а теперь, брат Володя, пожалуйста, объявляйте дальше. Сейчас порядок будет такой, будет 30-ти минутный перерыв, в течение которого вы можете поздравить молодых и сфотографироваться. Если кто-то не успел, мы предоставим время попозже. И встретимся в зале, вы уже, наверное, знаете, где будет проходить пирсом. Это в этом же здании, по коридору направо. Так что, пожалуйста, можете поздравлять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, но даже не дали расписаться! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Поздравляем! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok